приветствую друзья сегодня решил еще раз снять щенков повод для этого есть так как сегодня уже первый уйдет у нас ну и скажем так все-все-все мои для страховки того что ухты а ты чё маленький ты нам сегодня как раз и уйдешь да ну и конечно вот интересная вещь такая что я сегодня не рассчитывал конечно что утром увижу всех в полном составе живых да 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 я знаю ты в папу потому что они считай около трех суток считай ничего не ели и не пили почему потому что во вторник они в обед еще хорошо поели вот этот который сегодня уйдет потом нечего палец укусил указательный спутал с косточкой это есть косточка но она мне нужна еще самому чтобы у нас уковыряться да ну и во вторник после обеда у нас была прививка все как положено если не ошибаюсь первое это против чумки ну и конечно другая от глистов я думаю вы мне наверно поговорить не дадите да все тихо ребята тихо приехали мы туда целая клетка вот этих маленьких тяжелая они вместе круглые как шарики были вот как и сейчас вот выглядят вот такие бешеные вот и заваляли сейчас она видите уже в опилках я всего изволяли запустить нас не запустили я помогу нести клетку только за дверь и нас меня вы проводили остальное не сказали сделать сами мне только скажу потом пошел обратно машину сидели минус 40 до пригласили потом я все тихо ребята рассчитывал на четыреста тридцать пять долларов за все 8 штук нам по телефону объяснили подсчитал все все тихо тихо мы пока мы все прочем ой больно же разговаривали она мне там уши терла оказывается у них есть листы я спросил откуда но это от мамы не надо было перед случкой сделать прививку ей но я сказал что она вряд ли потому что как раз женщине сказал врачу нет врачу что посмотрел в компьютере есть что мамашу мы привозили она посмотрела о да извините ну не знаю тогда глисты могли откуда-то с контакта от других собак контакта никакого не было они все довольно кругленькие толстенькие так она не сама сказала приехали домой посмотрел целую кипу бумаг которые мне дали 1 конечно резид за оплату вместо четыреста тридцать пять вышло 600 там не посмотрел сразу ну и заглянули в другие бумаги сын вечером еще в гости приехал оказалось что они все слишком худые истощенные я их мало кормлю хотя там она мне совсем другое говорила он там у меня кормушки несят сюда видно они никогда пустыми не бывают в таком возрасте все с половиной недели они свою норму уже сами знают ну и самое интересное то что дают вот такую медицинскую карточку на каждого щенка тут все написано цвета шейника и внутри когда чего сделали когда она внутри чего типа как конверт через 10 дней надо дать еще один шприц это повторный от глистов против глистов так сильно кусает что мама ушла уже ну и самое интересное на этом конверте сзади поставлены 2 наклейки типа печати да вот они сделаю максимально близко чтобы было видно первое верхняя это ничего другое как против коронавируса вот если все все ребята тихо блин чуть как то еще поближе бы снять а надеюсь видно верхняя вот красная корона вирус написано без без моего ведома без моего разрешения короче щенка кололи еще коронавируса поэтому они принципе около трех суток не ели не пили я был уверен что наверное этому выводку пришел конец но слава богу сейчас утром с работой приехал смотрю все мои маленькие а они уже и поели это было хорошо я тогда вспомнил что вот именно пять месяцев назад подъездил с мамашей сказали ну можете оставить собаку на улице подождать его нет мне надо видеть бен именно то что и делают и тоже хотели еще кроме от чумки в колой а нет и не от чумки и от бешенства было в колоть еще чё то я попросил чтобы не объяснили для чего но я ничего не понял поэтому я сказал нет не надо то что не важно это именно бешенство и от глистов а тут видите выбор водили и все-таки они сделали то что хотели вместо обещанных по телефону 435 они собрали 600 долларов и я против чтобы люди делали вакцинацию коронавируса ну и также и собаки разницы никакой нету ну слава богу они себя сейчас чувствует хорошо вчера было вообще плохо не в основном вяло ходили любая вакцинация конечно она дает о себе знать но я уже не раз сделал другим собакам и щенкам такого у меня не было еще это однозначно было вакцинация коронавируса вот эта вялость температура скорее всего но слава богу все нормально сын не сразу новости у нас какие с коронавирусом это то что самолет уже без вакцинации не сядешь все которые прилетают из других стран должны быть тоже вакцинированы и в аэропорту их сразу собирают для тестирования отвозят в отеле это уже несколько месяцев так и двухнедельный карантин не дома как раньше было а именно в отеле и до сих пор до прошлых выходных 2000 за гостиницу оплачивала государство прошлый выходной изменили это человек обязан оплачивать вот эти две недели карантина в отеле сам это что новое еще очень много нового но сын не предупредил что лучше на канале об этом вообще не говорить его закрыли в твиттере тик ток закрыли и еще пару все все тихо ребята еще пару приложений и даже и не знаю из-за того что вот он и такие же молодые активисты лезут свой нос не туда куда положено с этим коронавирусом он мне вещи такие страшные рассказывает что ну не знаю чему верить чему нет но дело в том что их закрыли ну и за то что конечно они поддерживают бывшего президента америки да который вот именно хотел разоблачить многие многие вещи которые творятся сейчас в америке и здесь но ему не дали в твиттере также заблокировали шарики вот это и говорят сильно источенные вот если пара штук они два щенка они похудеет но они с рождения были такие потому что похоже на отца на гаски до коротко шерстая вот это который он эти шарики они подлиннее шерсть они все-таки больше на маму маламута похоже это глаза голубые отцовские вот такие ребята дела говорим новостей много ну конечно нельзя говорить про это так что прошел слух что больших городах макдональдс стал платить своим рабочим ну там не одноразовые выплаты в размере там несколько сотен долларов рабочие делают вакцинацию нежелающих их сделать ты мягко просят увольняться ночью разговаривал с этим пацаном нам тоже тут посудах работах тимур нас там низкая куда начальник пошлет говорит у них тоже слух такой проходит но пока еще насчет этого смысле только слухи что у них тоже хотят ввести это без коронавируса без вакцинации ты свободный человек куда и катится мир как как мы все и ожидали что как говорят обязательно вакцинации не будет без неё ты не сможешь вот так уже лететь самолете потом выйдет еще и идти в магазин и на работу до этого скорее всего дойдет я не дерутся да да все так чё то я не понял тут у меня кто-то ввести просятся да и рэкс найда рэкс найда я поместил туда на улице для мы страшная холодина да мои хорошие щенки их тоже очень любят весь вечер облизывались было опять два дня 0 ночью минус 8 9 ну теперь уже два дня держится опять минус 37 с метром и следующее последующие дни обещает уже минус 40 суме ты чё на улице хочешь опять там холодно делать нам там нечего или за ночь хорошо прогереть давайте не будем бегать туда-сюда тепло выходит да ну вот такие рэкс камер что ли у меня отобрать хорошая дума еще пойдете на улице опять тарабанка и не больно хочет то есть не туда и туда но скоро приедут за щенком его все равно провожу на улице ты мне только туда еще не залезь ну давайте решаетесь или гулять пойдете или будете тут чужое потомство опекать все ладно ладно все давай рэкс иди на улице иди на да и эй ах ты засранец он все таки прыгнул и все ломанулись так вот мама запрыгивала да но ну ребята у него там нет ничего и выйти не можешь сейчас да Ракс, иди сюда. Ракс, Ракс, идём. Эй, ты иди сюда. Всё, брысь отсюда. Ракс, иди. Вот так, всё. Понял, понял, что нельзя тебе туда. А вы, маленький, обломились, да? Всё, закроем дверь. Обогреватель. Да, сейчас и камеру укрёшь ещё. Всё, иди. Всё, иди. Да, всё. Этих выпроводил. У них в будке так же лампа работает обогревательная. О, шкрябается. Ага. Играться захотели. Ладно, ребята, вот такие вот дела. Короче, собакам сейчас тоже уже начинают делать под коронавирусом. Видимо, решили опять поменять контингент испытуемых, как они будут выдерживать. Ну, пока, слава богу, нормально. Хорошо, ребята, желаю вам не болеть. близко к сердцу всё это не принимать. Ну, и по возможности, конечно, не делать вакцинацию. Хорошо. Надо готовиться. Вот этот конверт у меня готов, бумаги готовы. ещё надо приготовить мешочек с кормом. Скоро одного забирают. Да. Ага. Давайте. Всего хорошего. Не болейте. И, надеюсь, там новых встреч. Решили на этой неделе опять пойти на зайца. Но при минус сороковой температуре такой бешеный ветер. К сожалению, охват отменяется. Хорошо. Всего хорошего. И, надеюсь, увидимся.